Погода способствовала рабочим. Это особенно важно, ведь и главная задача уложить верхний слой асфальта, чтобы быстрее открыть движение вдоль обновленного путепровода. Параллельно идет об устройство парковок, а также благоустройство территории. Открытие обновленного объекта запланировано на июнь. Мы действительно выходим на финишную стадию. И стадия она заключается в том, чтобы открыть движение в мае месяце, как мы всем обещали. Сейчас мы делаем работы, связанные с устройством верхнего слоя асфальтопитонного покрытия. Наши коллеги мост-отряд 58 выполняют работы по изоляции путепровода и тоже готовятся к устройству дорожной одежды. Пока не вызывают никаких опасений. И те сроки, которые мы предполагали, это мае месяц, движение по второму путепроводу будет открыто. Продолжается работа по благоустройству. Ну и вот весь объект будет завершен в июне месяце. Особое внимание сегодня сконцентрировано на подземном переходе. Внутри него в эти дни укладывается плитка. Стоит упомянуть и пешеходный маршрут через сам мост. Здесь также сегодня трудятся строители. Комплекс будет обоюдно удобен и для тех, кто перемещается на автомобиле, и для тех, кто любит пешие прогулки. Отдельный блок работ идет на самом путепроводе. На самом мосту устройство дидроизоляции. Это очень ответственная операция. И здесь будет неуместно спешить с этим видом работ. Поэтому наши коллеги мостовити работают очень тщательно. И, безусловно, будет обеспечено качество. Этот элемент – это один из элементов, который влияет на эксплуатационное сооружение в целом. И долговечность его. Поэтому мы их не торопим. Они также работают в граффити. И, безусловно, выполнят свои обязательства до того, как мы подойдем с асфальтобетоном к этому путепроводу. Возникшие неудобства строители пообещали минимизировать уже в ближайшие дни. Сдача объекта с комплексным благоустройством намечена на июнь. А вот открыть вторую очередь путепровода рабочие планируют уже в мае. И, судя по объемам и темпам строительства, это действительно реально.